Всем привет, друзья, привет, друзья, все гостера! Это уже вас заорежет! Как никогда, сегодня будет мотивационный, охреневающий, просто тупоразрывной видос. Таких видосов не было, мне кажется, никогда за мою охреневающую жизнь. Сегодня с вами разберем одну космическую тему, блин, капец. Я замотивирую даже самого бедолажного бедолагу. Я вам гарантирую, на все 180, психолог на связи, работаем. Я, знаете, вчера на катке нагонялся до такой степени, что охренеть, у меня просто банально, вот уже объявляю, да, окончание уже сеанса, говоря, все, просьба покинуть ледовую арену. А я понимаю, даже тупо сил нет идти. Ноги до такой степени забились, просто тупо, как будто реально все в башню ушло. Ты понимаешь, блин, капец, уже ничего вообще не хочу, хочу просто посидеть. Блин, это реально, знаете, это просто какие-то нейрокосмические охреневающие ощущения. Когда ты понимаешь, что, блин, ты вот именно в этот день, ты выложился как тварь. У тебя просто банально нет даже сил разговаривать. Это охренеть, как просто дорогого стоит. Это невозможно описать вот эти космические ощущения. Ты сидишь и понимаешь, да, бэби, блин, капец. Знаете, как говорят, аааа. Бывает день дороже года, а бывает год не стоя дня. Это охреневающие золотые слова. И то самое чувство, когда ты просто сидишь, ты понимаешь, блин, ты изо дня в день становишься лучшей версией вчера сегодня себя. Эмоции, ощущения, они просто реально в космос улетают. И знаете, что я за свою охреневающую жизнь понял? Что ни за какие бабки ты не сможешь купить две космические вещи. Первое, это эмоции. И второе, это опыт. Это спортивную фигуру. Какую бы ты сумму не предложил, да, кому угодно, ну невозможно без усилий тебе сделать спортивную фигуру. И я считаю, это охренеть как честно и охренеть как круто. Когда ты понимаешь, что, блин, капец. Когда ты смотришь на человека, у которого спортивная фигура, ты понимаешь, охренеть. Этот человек, блин, пахарь по жизни. Он просто разрывает себе пятую точку. Засовывает все свои дети. Себе просто в пухлый зад. Поднимает свой зад. И хоть что-то делает в этой жизни. Пока другие тупо отдыхают, едят кула-саны. Даже макарошка выкинула. Он просто чисто идет и реально пашет. И знаете, то самое чувство, когда серьезно, тяжело, трудно купается. И мечты сбываются. Охренеть. Во-первых, вчера хотели со мной познакомиться две девчонки. А я со знакомым стою, короче, болтаю. Я смотрю, они, короче, стоят так, неподалеку, короче. Она говорит, смотри, может подойдем? Она говорит, да потом, подожди. Они, короче, боялись подойти. Понятное дело, они не подошли. Но не подошли. Бам-бам. Это их проблемы. Понятное дело, я что, сам говорю, мне это вообще не нужно. Проблема вот эта семейная жизнь. А если реально вот так вот вдруг что-то свяжет. Тупо. Все, я в себя уйду. Вы понимаете? Закончится и спорт, и прогресс. Начнется депрессия, паника, слезы, боли, всякая хрень. Я пока не готов. Не душой, не телом. Я хочу жить для себя. Просто тащиться. Блин, капец, я не могу. Я просто реально хочу жить. Я хочу прогрессировать на данный момент. Меня не интересует никакая ни семья. Я, блин, пока к этому тупо не готов. Бам-бам-бам. Кто готов, милости просим. Кто не готов, так занимайся. Делай акцент на самом себе. Просто тащись от своей жизни. И жизнь будет тащиться от тебя самого. И знаете просто чисто то самое чувство? Когда вот реально катаешься на коньках, просто реально гоняешь. И все тупо тебя уже знают. Все говорят, это вот это чокнутый. У него реально скорость бешеная. Вы понимаете? Блин, капец. Я к этому стремился всю свою жизнь. Я посвятил всю свою жизнь катанию на коньках. И вы понимаете? И охренеть. И у меня, блин, получилось. У меня хоть что-то в этой жизни получилось, как бы это странно и глупо не звучало. Вы понимаете? Я нашел свою охреневающую стихию. И я хочу топить до талого. Многие мне говорили, что с возрастом у тебя там что-то уйдет, поменяются интересы. Да, я смотрю на окружающих. И я понимаю, что вот у них меняются интересы. У них уже жених, дети, все дела, всякая хрень. И ты понимаешь, блин, а у тебя этого нет. Ты понимаешь, ты тупо хочешь работать над самим собой. Ты понимаешь, что ты, блин, хочешь себе разорвать пятую точку. Ну, хоть что-то в этой жизни из себя представлять. Ты понимаешь, что ты хочешь заходить на каток, чтобы весь каток тебя знал, что ты реально бешеный пуля. Чтобы, блин, капец, они говорили, да, это вот этот сумасшедший, который просто гоняет как лось. Ни хрена у него. Что у него под капотом? А ты говоришь, да? Бум-бум-бам-бам. В-12 битурбо компрессор, брат. Ау-бэй. Блин, капец. Энергия реально, как говорится, в космос улетает. Ты просто от этого дела прешься. Это реально серьезно. Это, блин, дорогого стоит. И ничего в жизни так не хочется. Так, знаете, просто чисто взять и заняться своим делом. Вот эта скорость, вот это просто безумно на коньках. Вот это просто чисто оттачивание каждодневной техники. Оно, блин, капец, оно тебе реально башню сносит. Ты понимаешь, что ты изо дня в день становишься только лучше. Самое важное, лучше, не хуже, как все, а лучше. Ты просто чисто смотришь, что те, которые, соответственно... Кстати, знакомые приезжали на каток. Я думаю, они будут стабильно как-никак ездить со мной. Не, ни хрена. Вы прикиньте. Они приезжают, ну, может быть, раз в две недели, там, раз в три недели. Понимаете? У всех тупо интересы. Даже интересы у тех, которые как-никак любят до безумия лёда. У них нет ни проблем. У них нет заботной жизни. Нет у них ни семьи, ни хрена. Даже они уже не ездят. Потому что им говорят, ну, а что, говорит? Я говорю, слушай, а где ты был? Говорит, у тебя две недели не было. Он говорит, ну, а что? Говорит, я же тогда был. Прикиньте. Это что означает? Что человек просто чисто от этого не горит. И никогда в жизни у тебя ничего не получится, если ты просто будешь заниматься каким-то любимым делом. Ну, так, типа, ну, когда, типа, да, можно поехать. А может быть, если кто-то не поедет, то я не поеду. Да это бред. Надо ли я этим занимался. Это уже не твоё любимое дело. Это уже непонятно что. И то самое чувство, я до безумия прусяц самого себя. Как бы это, да, как говорится, бам-бам, не звучало. Что у меня реально не пропадает интерес годами. Что, наоборот, у меня с годами вырастает, блин, капец. Просто чисто какое-то банальное желание прогрессировать. Я понимаю, блин, капец. Я понимаю, блин, ёшки-батрёшки. Ты выходишь на коток, тебе нахрен башню сносит. Ты вот так вот заходишь на лёд. Вот это просто чисто атмосфера космическая. Во-первых, стало намного больше людей. Если раньше вообще было очень мало людей, понятное дело, меня это тоже никогда не привлекало. Мне нравится просто чисто публика. Я сам по себе публичная личность. Мне нравится, когда дохрена людей. Мне нравится между ними, да, в шашечке. Эу, 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 и дай тупо подтапок. Вы понимаете? И, понятное дело, стали появляться девчонки. Не, ну девчонки, ну так, средние. Не сказать, что «Ау, бэби» сносит башню, но, может быть, «Ау, бэби» тоже скоро появится. Все в этой жизни меняется. И, понятное дело, самое главное – гореть любимым делом. В первую очередь я приезжаю на каток, да? Ну, понятное дело, на девчонок тоже хочется посмотреть, но понятное дело, что я приезжаю на каток просто чисто пакать. Я хочу менять себя в лучшую сторону. Я сегодня посмотрел на свои ноги, я реально охренел. Насколько реально просто тупо прет прогресс. Я понимаю, блин, я к этому стремился. У меня таких ног за всю свою жизнь не было. Я стал выкладываться намного больше, намного сильнее. Я стал себе разрывать эту пятую точку, чтобы, блин, капец, хоть когда поменялся. Я стал просто чисто понимать, что чем ты больше выкладываешься в этой жизни, если ты до безумия горишь от этой жизни. Да и успех придет, просто нужно прикладывать охреневающие усилия. И ты будешь тупо выделяться среди обычных. И понятное дело, когда, знаете, то самое чувство, когда на тебя на катке все смотрят и просто чисто восхищаются. А восхищаются почему? Потому что ты просто чисто не такой, как все. Потому что просто чисто у тебя скорость, у тебя техника. Но люди этого не понимают. Люди понимают, блин, капец. Да, он красавчик. А никто не видит, сколько ты усилий для этого тратишь, чтобы быть красавчиком. Один говорит, блин, капец, и мне бы так кататься. А когда ты у человека спрашиваешь, а что ты делаешь изо дня в день, чтобы ты стал лучшей версией вчерашен себя? Что ты делаешь для того, чтобы охреневающий катался? И в ответ ты получаешь, ну, ничего. Вы понимаете? Да, и никогда ты не будешь кататься охреневающе. Потому что ты никакие усилия не прикладываешь. Поэтому, ребятухи, блин, капец. Замотивирован, как никогда. Есть безумное желание топить дальше. Если вы со мной, поставьте, залепите мне охреневающий лайк. Если вы не со мной, будьте всегда со мной. Поднял, обнял, два раза поцеловал. Вы у меня лучшие среди всех лучших. Никогда не забывайте.